МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробнее об этом расскажет мой коллега Константин Меркушев. 7 ноября в здании администрации города Кумертау прошло очередное пленарное заседание малое и среднее предпринимательства. На заседание было представлено 4 вида поддержки. Стартап, лизинг, приобретение оборудования и социальное предпринимательство. Тогда за два этапа 48 предпринимателей прошли конкурсный отбор. Пять пакетов документов вернули на доработку. В результате все они прошли конкурсный отбор. Предприниматели ответственно отнеслись к данному вопросу и в их интересах быстрее их доработать, и быстрее получить деньги на перечисление. Поэтому все пять пакетов документов были отработаны быстро, отработаны хорошо. Мы их допустили до конкурса. В итоге 53 предпринимателя были допущены до конкурса. На общую сумму 29 миллионов рублей. Какая сумма денег достанется каждому бизнесмену, зависело от членов конкурсной комиссии. Каждый пакет документов оценивался по определенной бальной системе и утверждался участниками заседания. Кто за, прошу проголосовать. Спасибо. Напомню, из федерального и республиканского бюджета на поддержку субъекта малого и среднего предпринимательства было выделено 95 миллионов рублей. Очередной этап конкурса завершился. Половина суммы уже освоена. Еще предстоит распределить около 50 миллионов рублей. У нас еще остаются средства. Поэтому у нас прошел сейчас еще один конкурс. Он был объявлен с 20 октября по 5 ноября. И на него уже подано более чем 100 пакетов документов. Соответственно, и на сумму более чем 100 миллионов рублей. Поэтому, возможно, мы все эти деньги уже освоим, которые получили с федерального бюджета. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В филиале РЦНТ «Дуслык» на днях прошло общегородское родительское собрание. На нем были обсуждены особенности проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году, а также рассмотрены планы профориентационной работы с учащимися в ближайшие годы. Мероприятие было организовано для родителей учащихся 9-11 классов с целью информирования о процедуре проведения государственной аттестации в 2017 году, а также о наиболее актуальных профессиях, в которых сейчас нуждается рынок труда, чтобы родители, в свою очередь, помогли своим детям определиться с будущей профессией и образовательным учреждением для поступления после окончания школы. В работе собрания приняла участие заместитель главы администрации Наталья Лапшина. Она подробнее рассказала о муниципальном проекте развития кадрового потенциала, который активно разрабатывается с прошлого года. Мы задумали масштабную работу по возрождению кропотливой, результативной, эффективной системы профориентации школьников. Потому что, к сожалению, в последние годы она была утеряна, но в том виде, в котором она была и существовала в современных реалиях, она существовать уже не может. С докладом об итогах поступлений учащихся в 2016 году перед родителями выпускников выступила директор управления образования. Она рассказала об особенностях сдачи государственных экзаменов в 2017 году, обязательных предметах и тех, которые учащиеся смогут сдать на выбор. Не следует выбирать большое количество экзаменов для сдачи. Четыре, максимум пять, включая обязательные. И уже целенаправленно к этим экзаменам готовиться. Кроме информации о предстоящих экзаменах на собрании, родители смогли узнать больше о профессиях, которые будут востребованы в ближайшие 50 лет. Об этом рассказала главный инспектор Центра занятости Кумертау Людмила Соломко. Также на мероприятии были затронуты темы развития городских предприятий, увеличение рабочих мест, перспективы для молодежи и многие другие. На сегодняшний день профориентационная работа очень важна. не только для вузов, но и также для нас, родителей. Мы на таких собраниях получаем информацию о тех учебных заведениях, которые представлены в городе, о тех специальностях, которые могут получить наши дети, ученики 11 классов. Также присутствуют ученики 9 классов. Это среднее образование, по каким специальностям можно получить, не выезжая из нашего города. Мероприятие стало полезным не только для родителей. Руководители городских колледжей и вузов больше узнали о том, какие профессии интересны для молодежи и в каких кадрах нуждаются городские предприятия. Хочется пожелать всем удачной работы, успешной работы, чтобы в результате этого учебного года все наши выпускники успешно прошли итоговую аттестацию и поступили в те учебные заведения, в которые они хотят. Но самое главное, удачно выбрали специальность, отучились по ней и вернулись в родной город специалистами. 22 ноября состоится собрание для будущих выпускников, на котором директора профессиональных образовательных учреждений представят свои заведения. На сайте администрации также выложена актуальная информация для родителей и выпускников. Каждый может получить необходимые данные о городских колледжах и вузах, а также узнать больше о профориентационном проекте «Команда будущего». Продолжаем выпуск. Слезы провожающих и смешанные чувства новобранцев. Своего пика эмоций сторон, пожалуй, достигают ранним утром во время отправки в вооруженные силы. Осенний призыв в армию сейчас находится в активной фазе. Очередную отправку на республиканский сборный пункт запечатлили мои коллеги. Пять часов утра, в дворах тишина, а возле военного комиссариата аншлаг. Танцы, песни, слезы – все воедино. Родные и близкие провожают парней в армию. Мужчины держат себя в руках, а вот с мамами, бабушками, тетями сложнее. Не выдерживают женские сердца. Желаю всем ребятам, кто сегодня уходит, удачной службы, чтобы они защитили нашу родину, показали себя в первую очередь так, как надо. Ну и, естественно, не забывали про своих родных, близких. Новобранцы один за другим заходят в военкомат. Многие с боевым настроем ждали этого дня. Очень рад, что ухожу на службу. Очень долго этого ждал. Ну, моему привет, конечно, хотел передать, чтобы не переживала. Все хорошо будет. С напустными словами к призывникам обратились представители духовенства и казачества. Служите с честью, с миром, с Богом. Помните, что вас ждут родители. Друг другом помогайте. И помните, что у нас Всевышний один. И братья наши, мусульмане, и православные, мы все должны друг другу помогать и идти в одном нашем российском государстве. С магией всем Господь и Матери Божией. С миром, с Богом. С этой отправкой 27 молодых людей из Кумертау и Кургазинского района пополнят ряды вооруженных сил. Служить ребята будут целый год. Согласно плану перевозок, непосредственно у нас в этот день уходит 27 человек. Ребята убывают на республиканский сборный пункт. По прибытию также они проходят плановую медицинскую комиссию, медицинское свидетельство. После этого их формируют в команды и готовят уже к отправке войсковые части. Ребята уходят в вооруженные силы Российской Федерации. Это сухопутные войска. Сухопутные войска – это водители, медиатори, специалисты, которые получили военную учетную специальность в нашей автошколе ДСАФ. И войска МВД спецназа. Начальник отдела военного комиссариата Рамиль Хайрудинов по традиции пожелал новобранцам отличные службы. Самое главное желаю хорошей службы, чтобы они за год окрепли физически, освоили технику вооружения, на которой они будут проходить службу. Ну и через год вернулись в свой родной город и продолжали Кургазинский район. Продолжали трудиться на благо предприятия нашего города, республики и Кургазинского района. После напутствия призывники отправились на сборный пункт. Впереди их ждет распределение по воинским частям России. Всего в нынешнюю призывную кампанию ряды российской армии пополнит 150 наших земляков. Осенний призыв продлится до 15 декабря. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В Центре детского творчества открыли очередной сезон интеллектуальной игры «Брейн Ринг». В отборочном туре студенческой лиги участвовали пять команд из городских колледжей и университетов. Интеллектуальная игра «Брейн Ринг» проводится в нашем городе 6 лет. В год проходят две лиги. Весной соревнуются школьники, в осенних играх студенты. Организаторы «Брейн Ринга» — молодежно-подростковый Центр самоцветы. В год российского кино темы игр посвящены всем аспектам кинематографа. Вопросы разделены на более узкие, но очень интересные темы. Мультипликация, история кино, художественные фильмы, актеры и Великая Отечественная война в кино мы тоже выделили как отдельную тему. Но мы надеемся, что профессиональные учебные заведения покажут хорошие знания. Они готовились, они все штудировали энциклопедии, википедии, интернет и так далее. На предварительном этапе команды встретились в первый раз. Методом жеребьевки они были разделены попарно, а капитаны получили специальные удостоверения участников. Организаторы игры подготовили вопросы о советском военном кино, актерах и даже отечественных мультфильмах. По правилам игры «Брейн Ринг» участники команды должны как можно быстрее определиться с правильным ответом, который задает ведущий и нажать первыми кнопку. Время пошло. После на размышления дается одна минута. Каждая игра идет до трех набранных очков. Ребята хорошо подготовились и показали интересную интеллектуальную игру. Команда очень умная. Девочки все начитанные, все хорошие. Они практически сами все подготовили. Мы потом все вместе пришли в свой колледж. Там все поделились с тем, что друг другу каждый нашел. Все это друг другу рассказали, запомнили. И таким образом мы выиграли. «Брейн Ринг» сложная интеллектуальная игра. Участниками ее становятся лучшие студенты. Это те учащиеся, которые хорошо ориентируются в таких предметах, как литература и история. Несмотря на тщательную подготовку, игра не всегда проходит удачно. Но участники команд с достоинством принимают поражение. Несмотря на то, что проиграли, я очень горжусь своей командой. Проделали достаточно сложную работу. Ребята молодцы. Тем более, как капитан, мне было приятно с ними поработать. На данном этапе в полуфинал вышли три команды. 16 ноября пройдут завершающие игры, где определится финалист Лиги студентов. Команда, которая сразится с победителем весенних игр Лиги школьников. Так уж сложилось, что в наше время общество не может обойтись без учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если уж сождано быть, то они должны быть такими, каким является Кумертауский детский дом, который в этом году отмечает свое 60-летие. Об условиях проживания детей, об отношениях к ним взрослых и немного об истории создания учреждения в нашем материале далее. Кумертауский детский дом готовится отмечать юбилей. Сотрудники поднимают архивные документы, фото, видеоматериалы. Встречаются с ветеранами, которые помнят историю создания и становления учреждения. Все началось в далеком 1956 году. С этого времени и ведется книга приказов. В ней первая запись от 25 октября об открытии детского дома. Через два месяца директор Софья Николаева сама привезет первых детей из села Ермолаева. Их было четверо. В то время учреждение располагалось в здании по адресу Социалистическая 2. Сейчас здесь жилой дом. Со временем учреждение пополнялось воспитанниками. И уже в 1977-м при руководителе Райли Хайдаровой детский дом переехал в новое здание, где существует и поныне. В те годы бухгалтером была принята и Валентина Комиссарова. Сейчас Валентина Даниловна на заслуженном отдыхе. Но она часто приходит сюда. Встречается с коллегами, навещает ребятишек. Я работала в интернате. А потом Райли Хайдарова, она меня стала звать сюда. Нет. Сюда и сюда. Раз придет, мне уже неудобно стало человеку. Его постарше меня было. Вот. Ну вот я пришла сюда. Сюда пришла. Здесь дети маленькие. А там большие. Там здесь... Сначала первые годы, первое время я плакала сильно. Потому что детей жалко было. Прямо особенно, когда привезут. Да еще двоих, троих. А не один, другого меньше. И вот стоят и заглядывают на тебя. Ой, так было жалко, ужасно. Прямо я вот на дырых плакала сначала. Потом мне сказали, говорят, ты всех не переплачешь. Ты переставай плакать-то. Ну а потом в работу втянулась, тянулась. Я же говорю, и не скоро уйдешь отсюда. Потому что уходить надо. Надо доделать что-то. На полпути дела не бросают. Некрасиво, нехорошо. Пока это доделываешь, уже другая работа. Тоже надо делать. Тоже нехорошо оставить. И вот я 20 лишних лет проработала так. Дочери Валентины Комиссаровой пошли по стопам мамы. Марина Павлова 32 года, как работает в детском доме. Инструктором по физ. воспитанию. Мама и брат хотели видеть ее врачом. Но Марина Викторовна выбрала свой путь. И ни разу об этом не пожалела. Сейчас она очень радуется, когда воспитанники спустя годы выбирают спортивные направления работы. Значит, все было не зря, говорит она. Я хотела, чтобы она медицинский закончила. И Толик хотела, чтобы она медицинский закончила. Он, наверное, понимал, что он простым врачом не будет работать. Что он говорил, я ее возьму к себе, и она будет там у меня. Она не захотела. Ни к нему, ни ко мне. Сама к себе. Когда получается у ребенка выполнять какие-то задания, ты радуешься этому итогу. Понимаешь, что ты сам, твоим трудом ребенок достиг этого. Вот мне очень приятно, когда недавно приехал Игорь и говорит, Марина Викторовна, а я помню, как мы у вас на кольцах занимались. Вот, значит, все-таки, какую-то часть себя и часть выбора его профессии я все-таки внесла. Вот были у нас еще сыстры Литамака, вот была девочка с мальчиком, Марина, с Витей. Они тоже мне присылали письмо, где благодарили за то, что вот я с ними занималась, и они пошли по спортивной стезиве. Мне это очень приятно. Младшая Татьяна также пришла работать в детский дом, не раздумывая. И вот уже 23 года она дарит детям свою любовь и заботу. Мама работала в детском доме, сестра уже начинала работать в детском доме. Я сюда еще маленькой девочкой приходила, к ним играла с ребятишками. Ну, вот так для себя еще с детства решила, что буду тоже воспитателем. Вот, окончила 11 классов и пошла учиться в наше Кумерталовское педагогическое училище. И сразу после педагогического училища пришла в детский дом воспитателем. Не было желания там куда-нибудь в другое место? Нет, у меня даже как-то и мыслей других не было. Я уже здесь все знала. Был для меня как второй дом. Я сюда свободно приходила, поэтому сразу решила, что только сюда. Среди фотографий очень мало о коллективе, но очень много детских снимков. И всех мальчишек и девчонок педагоги помнят. Имена, как поступили в детский дом, как сложилась их судьба. Ведь за 60 лет детский дом стал родным для нескольких сотен ребятишек. Многие из них обрели приемных родителей. А если даже это не случилось, повзрослев, они сами устроили свою жизнь. Бывает, даже возвращаются, но только чтобы работать. Мне было 3,9, когда меня сюда привезли. Вот до 7 лет я здесь была, прожила, считай. Потом отсюда я попала в интернат. В интернате отучилась. До 9 класса с интерната я попала в Кумертау. В училище в 55-е. Там отучилась. Потом познакомилась с парнем, с маячного опять-таки. И вот 3 месяца подружила и замуж вышла. И поступила на работу в 94-м году сюда. И с того пора работаю здесь. В социальную реабилитацию здесь проходят дети с разных уголков республики. Для них здесь стараются создать комфортные условия проживания. С ребятишками занимаются логопеды, дефектологи, психологи, инструкторы по спорту, воспитатели. Это люди, которым дети рассказывают свои секреты, обращаются за помощью или просто за теплым добрым словом. В группе «Ягодка» дети подготовительного возраста. Учатся читать, писать, участвуют в театральных постановках и концертных программах. У каждого свои увлечения, свои мечты, переживания. Катя предпочитает заниматься спортом. Милана рисует. Кирилл может часами собирать конструктор. Маленький Амир мечтает стать супергероем, чтобы спасти мир от злодеев. Все дети разные, но каждый ждет внимания взрослых. Ах, как мне нравится курай, ах, как на нем мой брат играет. Прошу я брата поиграть, еще немножко на курай. Как эта палочка поет, хочу понять, не понимаю. Вот уже который год я над этим голову ломаю. Даже по улице идет мокрая дорога, много капель на стекле, а степла немного. Как осенние грибы, зонтики мы носим, потому что на дворе наступила осень. А что вы любите с друзьями играть? Что вы любите делать? Догонялки, прятки и... А я в снежки, в снеговика лепим. Лепили уже, да? Да. Мы только вон растаял, катаемся. На летянках. Мы ходим на улицу играть. Это я про стих не рассказал. Там мы лопаты берем, копаем. Мои друзья Кирилл, Степан, Леон, Вика, Катя, Милана, Даша и все. Много друзей у тебя, да? Да. А как вы отмечаете день рождения? День рождения, у кого-то день рождения, когда у кого-то день рождения, там Максим приезжает и дарит подарки. А Максим кто это? Максим, это он добрый. Благодаря опытным педагогам дети чувствуют себя защищенными, нужными, любимыми. Наверное, поэтому здесь могут работать только люди с открытой душой. Да и другие просто не задерживаются, говорит директор детского дома Светлана Ерофеева. Тот человек, который радуется успехам детей, огорчается их неудачам. Все тонкости работы она узнала еще, когда начала работать воспитателем в 80-х. С 2000 года ей предстояло возглавить всю деятельность учреждения. Я не просто переживала, я очень переживала. С одной стороны, у меня какие-то мысли были такие, что я-то знаю детский дом, я знаю, что и как здесь, что нужно сделать. Вроде бы как, и должна бы я этим заняться. С другой стороны, я очень переживала, потому что, опять же, знала все. Сколько на тот период было проблем, это ведь был 2000 год, это не было денег, не было продуктов, это было очень плохое финансирование, не было зарплаты. Это вот тот период, когда руководить учреждением, каким бы то ни было, было очень сложно. С тех пор детский дом преобразился. Сделан капитальный ремонт во всех группах. Заменены полы, потолки, стены, окна. В комнатах гигиены приведена в соответствии требованиям вся сантехника. Закуплены кровати, постельное белье, игрушки. Созданы современные комнаты релаксации. Это сенсорная комната, сухой бассейн, живой уголок и многое другое. Все это благодаря шефам, говорит Светлана Николаевна. И, как оказалось, это не все. Изменения произошли во всей системе работы. Большое внимание стало уделяться адаптации детей к реалиям жизни. Стали организовываться походы, экскурсии, познавательные игры, конкурсы. И для педагогов это гораздо больше, чем работа. Преобразования начались с 2002 года. Я уже говорила как-то об этом, что вот тот период, когда я работала воспитателем, я же с другого уровня смотрела вот эту вот всю работу изнутри, непосредственно с детьми. И вот те все мысли, которые у меня возникали, когда я работала воспитателем, став директором, у меня появилась возможность это все реализовать. Первое, что мы стали делать, мы стали выезжать с детьми в поход. Ну, как ребенку объяснить, вот какая она картошка печеная в костре, если он его ни разу не видел, если он костра не видел, если он в палатке не спал. Это вы ведь никак не расскажешь, не объяснишь. Детские воспоминания, они самые такие цепкие, и они длительные, вот именно вот эмоциональные какие-то впечатления. Мы начали с детьми выходить в походы. Первый раз было очень сложно, сложно было убедить сотрудников. Это ведь или ты пришел в группу, отработал, и вроде как ушел, или это нужно идти в лес, и за детьми же сложнее там смотреть, их нужно организовать. Мы выезжали в походы, вот весь детдом выходил, оставалось только прачечное, потому что стирать нужно было. Изменения коснулись и формы устройства детей в семью. Это обучение будущих приемных родителей, подготовка ребенка к переезду. В этом направлении разработана своя программа. Отличительная черта вот именно нашего детского дома по семейному устройству детей, мы подбираем ребенку семью. Не наоборот, обычно заявители приходят и говорят там, вы бы хотели взять в семью такого-то ребенка. Я говорю, да, хорошо, спасибо, но давайте пойдем от обратного. Мы ребенку подбираем семью. Сейчас у детского дома немало задумок. И все они касаются совершенствования работы, повышения качества жизни детей, их реабилитации. Ну а в ближайших планах отметить юбилей. Собрать вместе педагогов, воспитанников и друзей. 10 ноября свой профессиональный праздник отметили сотрудники органов внутренних дел России. Праздник стражей порядка обычно встречают на посту. В нашем городе по традиции отличившихся и не занятых в этот день на службе поздравляли на торжественном мероприятии. День сотрудника органов внутренних дел 10 ноября отметили кумертаутские полицейские. В Доме культуры Рассвет собрались действующие сотрудники, ветераны, а также члены их семей. Для торжественного открытия мероприятия в зал внесли государственный флаг Российской Федерации. Собравшись, я поздравил глава администрации городского округа Борис Беляев. Во все времена человеку в форме, начиная от рядовых сотрудников полиции до высшего офицерского состава, были повышенные требования. Полицейские нашего города свой долг выполняют с честью, отметил он. Ваша служба является основой стабильности и безопасности, гарантом законности и правопорядка. Мы с уверенностью можем сказать, что сотрудники органов внутренних дел по городу Кумертау честно и добросовестно выполняют свои служебные обязанности по защите прав граждан, сохраняя безопасность и спокойствие наших горожан. И в этот праздничный день я желаю руководству МВД, всему личному составу и вашим родным и близким крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, добра, мира и успехов в вашем нелёгком труде. После поздравления Борис Владимирович вручил почётные грамоты и благодарственные письма сотрудникам за добросовестное исполнение обязанностей и вклад в обеспечение общественного порядка. В день профессионального праздника коллегам с тёплыми пожеланиями обратился начальник отдела МВД по городу Кумертау Марсель Абзалилов. Охрана правопорядка всегда связана с большим риском для жизни. И в этот день сослуживцы вспоминали героев-земляков, погибших при исполнении служебного долга. Они являются примером мужества и отваги. Особые слова благодарности звучали в адрес ветеранов МВД. Они передают богатый опыт и лучшие традиции службы. День профессионального праздника – это хороший повод снова встретиться с коллегами, говорят они. За годы службы пройдено многое. О сложных операциях по задержанию особо опасных преступников, о боевых заслугах во время службы в Северокавказском регионе и многих других этапах работы сейчас им напоминают многочисленные правительственные и ведомственные награды. Отдано 32 года в службе отдела внутренних дел, ваше министерство внутренних дел. Конечно, сегодня встречаю первый год своего отдыха с таким приподним настроением. Как-то отдыхаю, потому что, знаешь, я в виде своих ветеранов, которые еще вот сейчас пришли. Пообщаемся, вспомним те годы, которые вместе служили. И вот молодым ребятам хотим тоже дать напутствие в будущем. Хотя, как сейчас говорят, трудно, трудности везде есть, надо просто иметь выдержку. В общей сложности служил я 37 лет, 3 месяца и 13 дней. Вот таким образом. И нисколько не жалею, что я выбрал такую профессию. И, надо сказать, по моим стопам, значит, пошли. Мой родной брат, Фанис Сарахимович, подполковник, сейчас на пенсии. В данное время служит мой сын в Министерстве внутренних дел Республики Вашингтан. В управлении, о всем порядке, тоже подполковник полиции. Согласно приказу ведомства о поощрении, десятки сотрудников отдела МВД по городу Кумертау получили почетные грамоты и благодарности за достойную службу. Особо отличившимся были присвоены очередные специальные звания, вручены ценные подарки. В течение всей торжественной церемонии свою службу несли будущие защитники Родины. В полицейском классе шестой школы растет смена нынешним правоохранителям. Я с первого класса занималась военной подготовкой. Мне очень нравилось это. И думаю, и полагаю, в дальнейшем этим заниматься. Пожелаю я всем им здоровья, чтобы не болели. Со своим одноклассникам я хочу пожелать, чтобы они так же хорошо сдали экзамены на 9 класс. Всего, чего можно пожелать, всего хорошего. Сотрудник в форме, чтобы поменьше было преступлений и закон был справедливее. В этот день по традиции сотрудников полиции поздравляют артисты города. Детские коллективы и сольные исполнители свои выступления посвятили виновникам торжества. Много талантов и среди самих полицейских. Они тоже стали участниками концертной программы. И показали, что умеют не только выполнять свои профессиональные обязанности, но и прекрасно поют, играют на музыкальных инструментах. Были и композиции, посвященные тем, кто ушел из жизни. Память тех, кто погиб при исполнении служебного долга, почтили минуты молчания. Концертные номера для тех, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству, наполнен патриотическим смыслом. Заключительная песня «Господа офицеры» буквально стала гимном. Зал слушал стоя, поскольку наряду с военнослужащими сотрудники внутренних дел тоже встают на защиту Родины, когда это нужно. Офицеры, россияне, пусть свобода постигает, заставляя в унисон звучать сердца. В пятницу в БРГИ номер 3 чествовали заслуженному учителю Республики Башкортостан Хадичу Гимрановну Кензибаеву. Юбиляры пришли поздравить не только ее коллеги и ученики. Среди гостей были известные писатели Республики, фольклорного коллектива имени Кензи Арсланова, представители общественных организаций, Советы ветеранов. Те люди, с которыми Хадича Гимрановна работала или же продолжает сотрудничать и по сей день. На юбилейном вечере была и наша съемочная группа. В Башкирской республиканской гимназии номер 3 в пятницу принимали гостей. В этот день в образовательном учреждении чествовали заслуженного учителя Республики Башкортостан, ветерана Великой Отечественной войны Хадичу Кензибаеву. Ей исполнилось 85 лет. Неудивительно, что ее пришли поздравить известные писатели Республики, среди которых Фарзанагу Байдулина, Закер Акберов, Талгат Шагманов. В зале учителя башкирского языка, для которых она была строгим наставником. Много теплых пожеланий передали от своих коллег директора школ номер 13 имени Мухаммеда Искужина и Республиканского политехнического лицея. Музыкальный номер подарил руководитель башкирского фольклорного ансамбля имени Кензи Арасланова. В свое время Хадича Кензибаева была активным инициатором создания коллектива. Было еще много творческих объединений, которыми она руководила. Это ансамбль кубызистов, драматический кружок и другие. Большой вклад Хадича Гимрановна внесла в дело сохранения и развития башкирского языка, воспитания молодежи, подготовку будущих педагогов. Поэтому ее называют учителем учителей. Она внесла очень большой вклад в преподавание башкирского языка в городе Кумертау. И будет правильным сказать, что именно она первым начала преподавание и была некоторым единственным учителем башкирского языка и литературы. Поэтому проведение именно башкирской гимназии юбилея Хадича Гимрановны является не только для нас важным, но и для всего учительства города. В эти дни Хадича Гимрановна принимает активное участие в общественной жизни города как член Совета ветеранов. Об этом говорил председатель объединения Загер Акберов. Слава Кензибаевой ветеранов Великой Отечественной войны. Кумертаусский городской сайт ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет вас с 85-летием со дня рождения. Вы прошли большой жизненный путь, более 500 лет своей трудовой деятельности посвятили педагогическому труду, воспитывали учащихся и любовь к родному языку, истории башкирского народа, его культуры, обычаи. Ваш труд отмечен орденом Знакпочета, медалями. Вам присвоено высокое звание засуну, учитель башкирский АССР. Поздравили юбиляры и учащиеся башкирской республиканской гимназии номер 3. Они представили башкирские танцы, исполнили песни на родном языке и рассказывали стихи. Для обучающихся творческий вечер стал познавательным уроком. Они узнали, как при желании человек может достичь таких успехов. Что ж, это была последняя информация выпуска. Удачного начала новой рабочей недели и до встречи на телеканале АРИС. Редактор субтитров А.Семкин